Всем привет дорогие зрители! Вы на канале Никита Брулевич. Сегодня я научу вас собирать пирамиду 4х4. Это будет самая важная обучалка, которая у меня выйдет этим летом. Надеюсь на неё наберётся много просмотров. Ну в общем, мы её будем собирать в 8 этапов. Этого способа вы ещё никогда не видели, скорее всего. В интернете я ни одной обучалки, понятно, не нашёл. Это не оскорбление в адрес других пользователей, которые снимали это видео. Просто я говорю, что мне было непонятно ни одно видео из всех. Ну давайте уже начнём. Чем она отличается от обычной пирамиды? Во-первых, размером. Но если без размера, то у пирамиды нет вот этого всего слоя. И ещё вот этих вот элементов, которые... Ну сейчас давайте покажу поподробнее. Ну в общем, то что вот нет тут среднего такого этого слоя, это я считаю заблуждение. Тут отличаются эти две пирамиды тем, что... Вот в этой вот пирамиде нет вот этих вот элементов, вот этих вот двух, этих двух, этих двух. Но ещё нету центра. Собирается она, ну я не знаю, примерно так же, но тут есть очень много нюансов и странностей. Давайте уже начну разбирать. Ну в общем-то она собирается не сложнее обычной... Нет, она, конечно, сложнее обычной пирамиды собирается, но всё равно... Ну ладно, в общем. Вот она когда разбирается, это её... Мне кажется, её очень долго надо разбирать, чтобы она хорошо разобралась прям. Ну давайте вот. Разобрал. Теперь первым этапом, как и в обычной пирамиде, мы должны правильно развернуть уголки, чтобы они совпали с вот этими ребрами. Ой. Ну, в общем, с этими элементами. На обычной пирамидке это тоже вот так делается, совмещается, чтобы вот тут вот было всё одинаково. То есть тут вот подворачиваем, чтобы вот это и совпало. Вот так вот всё получилось. Тут так же, ну все четыре угла. Тут так же, ну это вот должно уже уметь, мне кажется. Это просто. И тут тоже вот подворачиваем. Теперь всё получается. Вторым этапом, как и на обычной пирамидке, мы должны собирать крест. Чтобы все элементы были... Чтобы все элементы на этой пирамидке были... Ну, всё вот эти вот. Были на одной стороне. Ну, смотрите, давайте начнём собирать, например, зелёную сторону. Мы ищем рёбра вот зелёной. Я их буду рёбрами называть. Зелёной. Зелёным цветом, в общем. Перекладываем на них пальчики. Это первое. Вот второе. И вот третье. Значит, они все соберутся вот на этой вот стороне. И поворачиваем вот эти элементы. Вот. Чтобы тут вот так было зелёное, так зелёное и тут зелёное. Вот. Повернул. Второй этап мы прошли. Дальше мы к пирамидке вернёмся нескоро, обычной. Теперь третьим этапом мы должны поставить... Я их буду тоже называть рёбрами. Вот эти вот рёбра. Вот этот. Один, второй и третий. Они у нас будут на верхнем слое. Как мы их будем ставить? Ставить мы их будем... Ну вот, вернёмся к этой пирамидке. После того, как мы подвернули уголки, сделали крест, теперь мы должны ставить рёбра. Мы ищем ребро вот, сине-красное, например. Но должно стоять здесь. Мы подворачиваем, чтобы оно тут стояло. Чтобы оно смотрело элементом, который... Ну, цветом, который должен быть вниз на нас. И делаем пиф-паф. Либо левой, либо ещё в одной ситуации вот правой можно делать. Ну, у нас... Смотрите, у нас нужно сюда поставить зелёно-жёлтый элемент. Вот он, зелёно-жёлтый. Вот он. Внизу должен быть зелёный. Поэтому вот этот зелёный смотрит на нас. Вот зелёный-жёлтый смотрит... Вот зелёный смотрит на нас. И мы делаем пиф-паф. Немножко непонятно получилось. Давайте ещё раз. Ну, вот видите, вот зелёно-жёлтый, вот зелёно-жёлтый, вот зелёно-жёлтый. Дальше сюда мы должны поставить красный-зелёный. Вот сюда вот. Ищем на верхнем слое. Вот он у нас. Далековато. Подгоняем поближе, чтобы на нас смотрел зелёным. Вот зелёным смотрит. И теперь мы делаем левый пиф-паф. Если вы не умеете собирать пирамидку, то у нас ничего не получится. Так, это у нас сейчас идёт третий этап, да? Да. Нет, ещё восьмую, непонятно, конечно. Ну, третий давай. Теперь мы должны правильно ориентировать вот эту, четвёртым этапом, вот эти вот. Их я тоже рёбрами буду назвать. Вот это вот. Вот это вот. И вот это вот. Чтобы лучше ориентироваться в них, мы давайте повернём верхушку так. Вот. Раз, два и три. Тут хорошо видны цвета. Теперь мы должны найти два ребра, у которых один и тот же цвет друг от друга смотрят в разные стороны. То есть, вот смотрите. Вот. Берём так вот. Например, проверяем красный. Тут красный смотрит на нас. Тут от нас. Неправильно. Они смотрят, получается, в разные стороны. Дальше переворачиваем. Тут у нас синий есть. Один синий смотрит от нас. Другой на нас. Тоже не получается. Переворачиваем. Тут жёлтый смотрит от нас. И жёлтый смотрит от нас. Вот. Мы нашли. Два жёлтых смотрят от нас. Ну, не на нас. Это возвращаем штуку. Ну, без разницы, что так, что так. Вот. Мы нашли вот эти два, которые нужно перевернуть. Вот эти нужно переворачивать. Теперь мы делаем одну ситуацию из пирамидки. Давайте я её сейчас попробую делать быстренько. Так. Ням-ням. Сейчас я её сделаю и вам покажу. Вот. У нас сейчас абсолютно такая же ситуация. Мы должны вот эти два перевернуть. Для этого мы делаем сначала один пиф-пап. Переворачиваем пирамидку влево. Делаем другой левый пиф-пап. Тут мы делаем то же самое. Чтобы выровнять вот эти. Ну, я говорил, как жёлтые должны смотреть от нас. Ну, в моём случае жёлтые. И делаем сначала так. Гипер-пиф-пафы я их называю. Это пиф-пафы вот всей вот этой вот стороной сразу. Вот такой вот гипер-пиф-паф делаем. Дальше перехват влево и левый гипер-пиф-паф. После этого, видите, вот тут два жёлтых, тут два красных, тут два синих. Мы их ориентируем вот по этим вот тоже. И верхушку тоже подворачиваем. Чтобы тут тоже был синий. Вот. Теперь тут вот собраны. Вот эти реберные элементы. Вот эти вот тоже другие собраны. И тут везде уже такое получилось, как нам нужно. Это был четвёртый этап, и мы его тоже побороли. Так, теперь у нас пятый этап. Мы должны вот эти вот центры расставить по своим местам. Тут у нас могут получиться две разные ситуации. Но одна переходит в другую. Ну, в общем, нам нужен вот красный центр, чтобы стоял. Здесь зелёный, здесь синий, здесь. Это первая ситуация, когда у нас один собран. Так вот, тем одним, который у нас собран, мы поворачиваем влево. Ну, да, левее. И делаем вот эту вот формулу. Вот, смотрите. Чтобы поменять вот эти вот местами. И тут она работает немножко иначе. Вот он смотрит влево. И теперь делаем ту же самую гиперформулу. Вот мы сделали. И теперь у нас может всё собраться, а может не получится. Если у вас ничего, если у нас не получилось, никуда не перехватывайте. У вас цвет, который нужно перевернуть, уйдёт вниз. И вы ещё раз прокрутите, и у вас будет вот такая же ситуация, как у меня. Мы привели к ситуации, где ни один не стоит на своём месте. Где тут нужно вот эти два между собой поменять. И вот эти два между собой поменять. Тогда мы берём, чтобы два, которых нужно поменять. Один смотрел на нас, другой был внизу. Это ситуация из пирамидки дула тоже. В общем, вот так вот чтобы были. Один смотрел на нас, другой был снизу. И делаем мы три гиперпиф-пафа правых. Или левых, нет разницы. Один, два, три. Сделали, и вот у нас всё встало на свои места. Тут поправим. А это был уже пятый этап. Я что-то путаюсь в этих этапах немного. Третий, четвёртый. Да, это, по-моему, пятый этап был. В общем, неважно какой этап. Следующим этапом мы собираем весь нижний слой. Неважно, думаю, каким этапом. Просто собираем нижний слой. Ищем вот красный. Ищем элементы с красным. Цвета там наверх. Вот на этих двух слоях. Вот красный, зелёный надо поставить вот сюда вот. Ну, давайте договоримся, что будем красный тут собирать. Значит, мы его просто вот так вот ставим его пиф-пафом. Дальше, вот красный, жёлтый. Мы его можем поставить... Посмотрим, чтобы он на нас смотрел. Мы можем его поставить вот сюда. Вот тут два красно-жёлтых элемента. Этот и этот. Но они разные. Потому что этот может только здесь стоять. Этот только здесь. Тут есть ещё одна формула, с помощью которой можно поставить их. Ну, вот, например, красный, жёлтый сюда поставить. Мы можем его поставить пиф-пафом. Таким вот странным. А можем ещё, смотрите, как поставить. Можем его ввести. Подвести под него вот место. Вернуть. Вернуть его вот на место поставить. И вниз. Давайте ещё раз. Красный, зелёный. Вот сюда, чтобы поставить. Так. Так. И так. Красно-синий. И чтобы сюда поставить, можно пиф-пафом, можно по-другому. Всё равно ставим его. И у нас собирается нижний слой. А с верхним слоем у нас получается всегда ерунда какая-нибудь. Даже вот с этими двумя слоями. Ну, всегда ерунда получится. Это вам точно говорю. Очень редко бывает, когда всё собирается. Тут мы можем, тут мы должны собирать одновременно два слоя. Ну, смотрите. Тут мы можем немножко схалявить. Можем вот эти вот элементы поменять по кругу, местами. На всякий случай. Это не специальная формула какая-то. Это просто вот эта уже формула. Это же самая такая. Чтобы поменять элементы. Можем их вот тут поменять. Вот этой формулой. Ну, и так далее. Или можем на верхнем слое поменять. Ну, смотрим. Если я вот тут их поменяю так по кругу, то зелёно-синий. Ой, это жёлтый-синий. Станет сюда. Жёлтый-зелёный сюда. И зелёно-жёлтый вот сюда. Это будет выгодно, потому что сразу два встанут. Давайте я попробую сейчас вот этой вот формулой. Получается выгодно. Дальше тут ещё бывают разные ситуации. Ну, сейчас, например, я верну вот это вот. Чтобы не халявить, а обучать по-нормальному. Вот, допустим, мне нужно вот этот вот синий-зелёный поставить. Нет, давайте не синий-зелёный. Вот пять элементов у нас не собрано. Мне нужно... Ну, чтобы... Как бы пример показать. Ну, вот, например, этот синий-жёлтый поставить сюда. Я могу вот так вот этим отводом поставить. Ну, то есть, вот так вот, то есть, поднять, поставить и опустить. Но тогда у нас вот этот сломается. Нужно что-то в жертву приносить. Если мы попробуем пиф-пафом, то у нас сломается вот этот вот. Тогда мы вместо этого сюда вот этот подставим, как жертву. То есть, вот смотрите, мы ставим, вот эту жертву приносим. Хотя он нам и не нужен. И доделаем пиф-паф. Дальше у нас осталось тут три элемента. Мы так делаем до того, как остаются три элемента. Вот тут и возникают все сложности. Тут нам нужно такое положение, чтобы два элемента были на верхнем слое, один на нижнем. В моём случае это сделать просто. Мы просто вот этот подвести и дальше делать то, что я скажу. Но бывает ситуация, когда как-нибудь этот где-нибудь здесь стоит. Нет. Как-нибудь вот так вот. И тогда очень сложно получается. В общем, мы какими-то путями подводим этот вот. Мы делаем так, чтобы на верхнем слое было два элемента, и на нижнем один. Это сделать бывает сложно, но нужно как-нибудь так вот делать это, пытаться это делать. И главное, вот когда вы подвинули и сделали то, что я вам скажу потом, не забудьте, как это вернуть. То есть, если вы, например, чтобы подогнать наверх, вы сделали как-нибудь так. Если вы как прокрутили формулу, вы так обратно в порядке и сделаете. Ну, в общем, я вам объяснил. Теперь, ну вот, я подогнал один внизу, два наверху. Теперь смотрим, вот этот вот синий-зеленый, он должен стоять здесь. Мы подгоняем под него место, чтобы они вот были на одной линии. Теперь я его ставлю, подгоняю в жертву вот этот вот, опускаю и доворачиваю. И пирамидка собирается. И пирамидка четыре на четыре собирается. Я говорил, что это будет немножко сложновато, но то, что я вам тогда рассказывала, это тоже немножко... Ну, непонятно, мне кажется, что-таки там я объяснил. Ну, в общем, если что, пишите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Антона Блинкова, как собрать кубик Рубика и Евгения Бощина. Кстати, у Евгения Бощина на канале появился обзор Питаминкса. Ну, не просто Питаминкс видео называется, классное видео. Я тоже посмотрела, мне понравилось. Ну, в общем, ждите новых видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok